Свалившаяся на голову неожиданная пандемия коронавируса просто серьезнейшим образом перевернула всю нашу жизнь. Самые разные ее части или сферы. И мы имели такие хорошие наполненные планы на нынешний 2020 год. И много было интересных и мне представляется важных очень событий запланировано. Часть из которых пришлось, к сожалению, отказаться. Часть совсем провести в другом формате от того, что мы себе предполагали. Ну а часть перенести как-то попозже и постараться их реализовать, когда ситуация улучшится. Поэтому на самом деле на решении проблем и сложностей, а их повторюсь еще раз было очень много в этом году, и было сконцентрировано все внимание и все усилия. И, пожалуй, если говорить про какие-то достижения, которые для себя, собственно, лично как-то оцениваешь, то сложно что-то выделить. Скорее всего, что какое-то внутреннее удовлетворение от того, что по некоторым вопросам удалось минимизировать потери или смягчить как-то последствия, или вовремя принять какие-то решения на интуиции, которые в последующем подтвердились практикой, жизнью, действиями других, например, регионов или федеральных властей, то, пожалуй, вот это и дает силы для того, чтобы и дальше двигаться вперед, и дальше решать вопросы, заниматься проблемами управления всей нашей непростой весьма территорией всего нашего края. Что касается соревнований уровня этапов Кубка мира, мы их будем проводить, будем проводить на территории нашей страны. Вероятно, международных соревнований в следующем году будет не так много, поэтому к краю и к Барнаулу будет приковано особое внимание. Все требования, которые выдвигаются к такого уровня соревнованиям, у нас будут выдержаны. Мы также наметили совместно, специально был создан оргкомитет, который был разбит на рабочие группы по разным направлениям, от спортивной подготовки до транспортного обеспечения или, скажем, подготовки городского пространства к этим соревнованиям. С участием российских и международных специалистов мы все это дело спланировали. Можно сегодня сказать, что конец декабря на 95% все выполненные работы, все запланированные работы выполнены. Я думаю, что с наступлением чуть более теплого времени года мы закончим все остальное и к приему соревнований будем готовы. 500 примерно спортсменов мы ожидаем из 50 стран, пока предварительно такие параметры проведения соревнований. 20-23 мая – это время, когда пройдут соревнования. Этапов Кубка мира в следующем году будет два, поэтому буквально за неделю до того, как они пройдут у нас, состоится первый этап в Венгрии, и оттуда спортсмены прилетят сюда. По сути дела, оно практически без перерыва. Немножко адаптируются и проведут второй этап. Что интересно, и мы это первоначально не планировали, и как раз здесь пандемия, вот один из немногих плюсов, который она внесла, это то, что Олимпийские игры в Токио перенесены на следующий год, 21-й, и эти соревнования, этот этап Кубка мира будет одним из отборочных стартов, где будут формироваться участники уже Олимпийских игр в Токио. Узкие места, узкие места какие? Значит, мы думаем, что, в принципе, так все пройдет на достаточно приемлемом, на высоком уровне, на высоком уровне. У нас, к сожалению, ремонт моста старого, он по всем планам заканчивается только в декабре следующего года, поэтому, естественно, весной еще невозможно будет по нему передвигаться. Хорошую поддержку нам оказывали российские железные дороги. Они там делают платформу современную, хорошую, удобную, можно будет по ней добраться. Вместе с городом и нашим министерством транспорта отрабатывается транспортная схема, можно будет добираться на автобусах, на личном автотранспорте. Единственный личный автотранспорт где-то надо будет, значит, недалеко на перехватывающей парковке оставлять, и уже шаттлы будут ходить, которые будут довозить людей непосредственно на грибной канал на соревнования. Гостиничного фонда, я убежден, хватит в крае, тем более мы еще будем дополнительно вместе, вернее, в городе, правильно сказать, да, мы вместе с городом будем к этому еще дополнительно готовиться. Здесь сегодня идет формирование только этого национального проекта, идет его наполнение. Естественно, традиционно туристические регионы, они играют большую роль в формировании этих планов и этого проекта. Пока что на сегодняшний день сформулировано так рабочей группой, которая этим занимается, 11 примерно макро таких регионов туристических, в том числе и Большой Алтай. Мы туда попали, это тоже важная составляющая. В ходе этой работы мы уже представили свои предложения, и даже некоторые из них сегодня уже в проекте, значит, документов, составляющих нацпроект уже есть. И здесь мы, основные наши предложения касаются конкретных совершенно мероприятий, связанных с развитием наших традиционных туристических мест или там дестинаций, как говорят. Значит, это Белокуриха горная, это левобережье Катуни, бирюзовая Катунь и прилегающие там территории, развитие этих территорий для того, чтобы можно было там и отдыхать, и путешествовать, и открывать для себя что-то новое. Учитывая, что нацпроект, естественно, будет разрабатываться, наверное, на период уже до 2030 года, поскольку и цели, национальные цели развития сегодня так сформулированы на такую же перспективу, я думаю, что и другие наши инициативы, которые мы уже в рабочие группы туда подали, касающиеся развития здесь и Ярового, и Завьяловского, Романовского районов, и касающиеся развития горных наших, горная Колывань, Змейногорский, Штокуринский район, Черышский, Краснощоковский и Черыш, ну то есть вот они приняты в работу, и вот основные наши, я думаю, что возможности и, может быть, какие-то части этого национального проекта, они будут касаться вот этих основных наших территорий. Первоначальные наши решения были приняты, конечно, в условиях серьезнейшей неопределенности, ну то есть вообще непонятно, что это, как это, с чем это едят, куда это бежать и так далее. В этой связи те решения, которые координационного такого плана принимались на федеральном уровне, на уровне нашего сибирского федерального округа, позволили нам как-то так выстроить политику действия региональных властей, конкретных регионов, выстроить, ну, непротиворечиво, чтобы не было так, что здесь все открыто, у соседей все закрыто, или наоборот, непонятные какие-то перетоки и людей, и всего, и денег, и так далее, между регионами бы начались. Вот, значит, ну и инфекции, естественно. Поэтому первые решения были приняты необычные, они были совсем непривычные, и, конечно, ну, просто для жителей нашего края, в частности, они зачастую противоречили тем ценностям, тем установкам, той политике, которую мы до этого проводили, направленную на сближение, на сплочение, на коллективизм какой-то и так далее. Вот, и здесь пришлось резко, ну, поменять наши и взгляды, и подходы. Это был, и я убежден, что это совершенно правильный способ бороться с распространением то, того, что еще вообще, ну, как бы непонятно, что с этим делать. Ни ученые не сказали своего слова еще, ни врачи, ничего. Как лечить, как противостоять по-другому, кроме как ограничиться, отделиться друг от друга расстоянием, масками, стенами и так далее. Ну, вот, постепенно, ну, понимание приходило, естественно, и мы эти решения уточняли. Поскольку, опять же, все это очень непростые категории, и самое главное, необычные, непривычные так не было никогда, то, естественно, всякие, ну, юридические формулировки, они иногда слишком так выверены, и нужно все равно давать им трактовку, ну, как часто бывает с юридическими документами, ну, а так и просто, ну, некоторые вещи нужно было на понимание, просто объяснять, почему так, даже не что надо делать, а почему так, ну, и в каком формате те или иные требования или ограничения должны выполняться. Вот, одновременно формировалась нормативная база, нормативно правовые акты выпускались, и правительство Российской Федерации, ну, и указы президента, естественно, мы должны обязательно вспомнить, что с них, как бы, начались очень важные изменения, так и наши действия по борьбе с коронавирусом. Поэтому, в целом же, я хотел бы сказать, что наш подход был направлен на то, чтобы всесторонне проанализировать и учесть все последствия принимаемых нами решений, и имея все-таки в приоритете жизнь и здоровье граждан, жителей края, значит, решать вопросы, тем не менее, сбалансировано. Если требования или понимание вопроса санитарными властями страны, Роспотребнадзором, наукой и так далее, значит, они требовали от нас жестких мер и решений, как, например, в начале мая этого года, когда мы вынуждены были даже границы края закрыть, по-особому каждый самолет встречать, который прилетает там из Москвы или из Питера, вот оттуда. Не говоря уж про то, что создать за счет средств, бюджета, обсерваторы, в которых людей, возвращающихся из-за границы, передерживать, так сказать, да, и так далее, но и такие были моменты, и такие решения приходилось принимать. Ну, как его без объяснения оставишь? Ну, в том числе и последнее решение, мы с вами сегодня тоже вынуждены были его растолковать еще раз, и на самом деле оно не так легко принималось, решение связанное с тем, что мы в местах массового пребывания все, ну, новогодние мероприятия, банкеты, значит, фуршеты, корпоративы, праздники, шоу, программы там и так далее, и концерты, мы вынуждены были пойти на их отмену, хотя, так вроде бы, оглянувшись по сторонам, ситуация нормализуется, как-то становится поспокойнее, полегче, чем она была в октябре и в ноябре, и вроде можно наоборот все, так сказать, разрешить или, по крайней мере, так жестко не ограничивать, но есть в том числе и прогноз, есть некоторые ожидания, есть некоторое понимание, повторюсь еще раз, в первую очередь у специалистов в области эпидемиологии, у санитарных властей нашей страны, ну, и у системы здравоохранения о том, как может сезонный фактор повлиять на формирование, возникновение новой волны коронавируса, ему надо, ей, волне этой, надо противодействовать, ну, вот, поэтому вынуждены растолковывать, вынуждены объяснять, на оперативном штабе, который я возглавляю по противодействию, значит, коронавирусу, в него вошли, ну, руководители, и краевых органов власти, и федеральных структур, которые здесь работают на территории края, и руководство города Барнаула и так далее, и общественники наши, мы ведем очень такой заинтересованный разговор, это разговор серьезный иногда на повышенных тонах, но, в конце концов, вырабатываем окончательное решение, и с ним уже выходим непосредственно к жителям края. Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае, по сути, уже организована, тут у нас ходили разные слухи о том, что крайне успел или не смог подписать какое-то соглашение, которое надо было подписывать и так дальше, все мы, еще осенью, все мы, так сказать, сделали своевременно, и на первые 2000 доз вакцин соглашение было подписано, ну, наверное, еще в августе даже, я так думаю, и мы их получили несколькими траншами, сперва, помните, пришло 42, потом еще тысяча, еще тысяча, в общем, все 2005 доз вакцин поступили в Край, в соответствии с тем графиком, который федеральный Минздрав разработал, вторая тысяча поступила совсем недавно, и еще тысяча доз вакцин поступило сверху, действительно, сверх того соглашения, действительно, уже 3000 доз вакцины в Крайе есть, уже вакцинация организована, она касалась на первом этапе, вот из 2000 доз, только вакцинации медицинских работников, далее к ним подключаются работники отрасли образования и отрасли социальной защиты, ну и дальше категории прививаемых мы будем расширять. Вакцина нам поступает бесплатно, понятно, она распределяется Федеральным Министерством Здравоохранения, и вот, ну, уже до конца декабря осталось совсем немножко, но вот декабрь, январь и февраль в течение примерно этих двух месяцев должно в Крайе поступить еще чуть больше 90 тысяч вакцин, то есть мы предполагаем, что до конца февраля 94 тысячи доз вакцин, вакцины всего в Крайе поступят. Я никакого не открою секрета, и, наверное, нового ничего не скажу, возможности нашей системы здравоохранения, естественно, ограничены. Их предел, этих возможностей, мы с вами увидели воочию в октябре и ноябре текущего года. Ну, началась вся ситуация обостряться еще в сентябре. Ситуация сегодня такова. Значит, в случае с ухудшением ситуации мы будем реализовывать имеющиеся у Министерства Здравоохранения края планы по развертыванию коек. По крайней мере, до того уровня, который у нас был, 5 тысяч 900, почти 6 тысяч коек. У нас есть понимание, что можно задействовать еще порядка в целом по краю, в том числе в Барнауле половина и в целом по краю где-то еще 2-2,5 тысячи коек дополнительно. Но это наш предел. Если потребуется госпитализация одновременно более 10 тысяч человек, то это уже будет очень сложно. То есть невозможно. А если 15 тысяч человек? Мы уже эти темы обсуждали, о них надо говорить. Но этой ситуации надо не допустить, возвращаясь к первой части нашего разговора. Вся организация работы по противодействию распространению коронавируса – это важнейший элемент подготовки к прохождению сложного периода. Возможно сложного периода. Безусловно, вакцинация – это перспектива. Меры социальной поддержки, которые были к сегодняшнему дню выработаны, разработаны и применялись, предоставлялись жителям края. Они все продолжают предоставляться, добавляются новые. Какие-то меры появились после, скажем, послания президента Российской Федерации в прошлом году, в январе. Вернее, в этом году, в январе, выплаты, например, для детей от 3 до 7 лет, для тех семей, у которых не столь финансово благополучное состояние, у нас в крае в итоге получают около 100 тысяч, на 100 примерно тысяч детей. Получают наши семьи такие меры поддержки, там 5100 рублей на одного ребенка в месяц, начиная с июня месяца, по-моему, эти выплаты пошли. И в целом расходы краевого бюджета примерно на три четверти, то есть там последний счет, там наш показывал 74-75%, это расходы на социальное обеспечение и на поддержку отрасли социальной сферы. Поэтому направленность такая есть, никаких планов по снижению уровня поддержки ни по одному направлению нет. Если вдруг я где-то ошибаюсь, то вы мне скажите. А по множеству направлений, я даже сейчас боюсь начать перечислять, по множеству направлений вновь появившиеся меры поддержки в 2020 году, где-то с половины, с середины, скажем, начались где-то с начала нового учебного года, как, например, бесплатное питание для наших ребятишек, начальные школы и так далее, они на следующий год уже запланированы в полном объеме прямо с 1 января этого года. Поэтому, если коротко ответить на ваш вопрос, то да, социальная направленность нашей политики, нашей работы, она продолжает сохраняться, и меры социальной поддержки ни в коем случае не будут уменьшены. А по многим направлениям они будут проиндексированы, увеличены, вновь появившиеся меры. Я думаю, что возможно и в течение следующего года еще дополнительные решения будут приниматься. Инициатив со стороны общественности, со стороны различных политических сил, их всегда много. Они ограничиваются нашими финансовыми возможностями, но в любом случае мы их всегда рассматриваем и зачастую принимаем решение поддержать.